На форуме сделано в России весь цвет нашего экспорта, настоящего и потенциального. Лучшие отечественные разработки в самых разных отраслях представили 146 компаний из 46 регионов страны. Продавать есть что и есть кому. В январе-июле товарооборот с дружественными государствами увеличился почти на четверть, с Китаем на треть. Россия же, в свою очередь, заняла шестое место во внешней торговле КНР. Обойти все стенды выставки нереальны и за день, поэтому в программе посещения премьер-министра только лучшие. Среди них и тюменская компания SmartSea. С нашего стенда глава правительства начал осмотр выставки. SmartSea стала первой компанией в России на пространстве СНГ, которая создала систему сигнального освещения пешеходного перехода. Выпущен уже третий вариант программы. В нем создатели применили видеодетекторы и нейронные сети. Фиксируя появление объекта в зоне пешеходного перехода, система распознает его, определяет направление движения и подает на табло, находящееся над зеброй, сигнал «Пропустите пешехода». Еще один элемент системы – проекционная разметка. Она делает переход более заметным в темное время суток, тем самым снижая риск аварийности. Также система фиксирует ДТП и другие происшествия, оставленные вещи, нарушения правил проезда переходов на самокатах. 460 таких комплексов уже установлены более чем в полусотни городов страны, но их могло бы быть больше. Многие регионы хотели бы применить подобное оборудование, но оно отсутствует в ГОСТе. А если отсутствует в ГОСТе, то, соответственно, это необходимы согласительные процедуры с ГИБДД, получение разрешения на экспериментальный режим. Очень важно, что востребована наша система, важно, что она российская. В принципе, вообще на сегодняшний день очень много есть элементов, которые мы можем спокойно сами применять свои собственные разработки. Они, кстати, везде. От изготовления простых вещей до вот таких смарт-решений или умных решений для безопасности движения, для чего угодно.